Хочу коллегу поздравить с победой. Первая игра, пока у нас ноль. По своей команде могу сказать, опять же, вторая игра, неплохое движение. Вторую игру бросаем 40 раз поворотом. В принципе, установку по броскам выполняем. Есть самоотверженность, но что-то хромает реализация. Будем надеяться, есть шанс, еще у нас одна игра и в этом составе прорвет у нас на квалификации Олимпийской. Спасибо. Спасибо за поздравление. Ну, конечно, нам нужна была, наверное, все-таки эта победа, да, после домашнего первого поражения. Интересная игра очень была. Соперник и соперники мы, скажем, сыграли в такой достаточно активный хоккей. Ну, наверное, вот эти удаления, когда, да, двойное удаление у Борисов случилось. Здесь, конечно, вот эти два гола, они, ну, наверное, уже определили исход матча. До этого ничего не было понятно, поэтому такая хорошая, интересная игра была. Спасибо. Дмитрий Аркалович, Пятком. Андрей Владимирович, позавчера в третьем периоде Сибирь вернулась в игру без Элла. Сегодня опять шайб забросили, тоже он не доигрывал матч. Прокомментируйте вот эту ситуацию и недовольные его игрой, чем именно недовольные? Ну, начало чемпионата, ну, что-то сложная, наверное, предсезонка, может, для него была новая команда. Надо, как говорится, войти в коллектив. В принципе, сегодня он сыграл лучше, но сегодня он не доиграл, потому что у него травма получил. У него рассечение, надеемся, что нет сотрясений. Поэтому мы надеемся на него, на его голы. Вопрос тренеру гостей. Вот то, как сегодня трибуны давили, гнали команду, наверное, тоже сказалось на вашу команду. Ну, понятно, что в Новосибирске это всегда так, но вот для вас, как для тренера, как для команды, как чувствовало? Вы знаете, перед началом чемпионата была возможность вообще не играть игры, готовиться к квалификации. Я специально, ну, попросил все выездные матчи, честно скажу, попросил выездные матчи, не из-за того, что там. Ну, потому что будем играть в Норвегии, играть также при чужих трибунах. Еще раз не скажу, что там не готовимся к этим матчам. Безусловно, пытаемся их выиграть. Ну, где-то, ребята, наверное, еще так. Готовимся к квалификации. После квалификации будем надеяться, что все пойдет на мы. Андрей Викторович, ваши команды, если проигрывает крупно, как правило, передают такой посыл в следующую игру, драками, какими-то потасовками. Сегодня не было такой цели или не было исполнителя? Ну, намекая на Домиера Распавлов. Вопрос не понял. Не было сегодня у Борис каких-то потасовок, драк, особой жесткости? Это связано с тем, что не ставили такой целью? Не понял вопроса. Вопрос какой? Вам спасибо. Андрей Владимирович, проводили ли какие-то беседы отдельные с Алексеем Красниковым? Были ли уверены в психологическом состоянии на сегодняшний матч и его игру оценить? Да нет, но это одна игра, чего-то не оценивать. Сейчас парень сыграет, еще несколько игр, когда можно будет оценить? После первого иначе матча как-то? Ну, вы хотите, чтобы вам все раскрылись. Ну, раз он сегодня достаточно неплохо выглядел, значит, что-то было сделано. Балабанов Александр, спортс.ру. Андрей Владимирович, вопрос к вам. В связи с известными событиями... Андрей Викторович, в связи с известными событиями... Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сказал, что КХЛ, ну и ее президент, тоже за вами осуществляет наблюдение. Как вы с этим живете? Ну, как живете? Чувствую, чувствую... А что думаете об этом? Чувствую наблюдение, что думаю, оставлю, что думаю при себе, а так... Ну, большой брат следит за вами. Конечно, да. Безусловно, везде. За все мысли, да. Спасибо. Александр Шародила, 8 канал Новосибирска. Андрей Владимирович, после прошлой игры спрашивали про, кого ждать из лазарета. Вот сегодня тот же вопрос. Ну, да не же, кажется, ничего. Спасибо. Ну, остальное все. У нас еще есть Дерхумов, Яковлев есть, которые мы тоже будем рассматривать. Тут, наверное, еще зависит от состояния РФ.